Каждое его прикосновение вызывало у меня отвращение. На глазах у меня начали наворачиваться слёзы. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня, как и каждое воскресенье, я подобрала для вас интересные страшные истории из реальной жизни. А если вы хотите поделиться со мной своей историей, то, пожалуйста, пишите мне её в комментариях под этим видео, мне в Директе Инстаграма, либо хоть мне в Телеграм-канале. Я всегда все ваши истории и комментарии читаю и стараюсь на них отвечать. Также всего пару дней назад у меня вышло ещё одно видео с историями. Если вдруг вам интересно, можете его посмотреть, а также подписаться на мой Инстаграм, потому что именно там я рассказываю и показываю много всего интересного каждый день. Вообще, думаю, что на канале скоро будут происходить кое-какие изменения. Пишите ваши догадки и предложения в комментариях. Также напоминаю, что все истории я рассказываю от первого лица, как будто бы они произошли со мной, несмотря на то, что это могут быть истории из жизни подписчиков, друзей и так далее. А ещё, прежде чем начать, я хочу вас спросить, что именно вас больше всего интересует в страшных историях? Их атмосфера такая мистическая и жуткая? Реальность и правдоподобность? Или же количество событий? А мы приступаем к истории. На тот момент я была студенткой первого курса. В моей жизни всё было стабильно и нормально. Я усердно училась, чтобы получить хорошую специальность и в дальнейшем иметь возможность устроиться на высокооплачиваемую работу. Как бы цинично это ни прозвучало, но до университета я училась в политехническом лицее. И там большинство моих одноклассников были мальчиками. Поэтому к мужскому вниманию я была очень привыкшей. Ещё со средней школы я часто получала комментарии по поводу моей внешности. Мне многие советовали идти в модели. Ну и я за это время полюбила внимание людей. Но всё кардинально изменилось в момент, когда я встретила одного преподавателя. Он заменял нашего преподавателя по истории. Это был очень харизматичный, ухоженный человек. Ему были присущи обаяние и харизма. Я практически сразу же полюбила его лекции. Он всегда ходил в винтажных костюмах и часто носил шляпу. Рассказывал лекции очень интересно. Не как многие преподаватели, которые просто читали с книги или слайдов. Мне кажется, даже самые хейтеры пар по истории слушали его очень внимательно. Но со временем я стала замечать, что он обращает на меня слишком много внимания. Нет, он часто говорил со студентами после пар. Но я всегда чувствовала, что отношение ко мне было немного другим. Причём я наслышана о таких историях, но на самих парах он не обращал на меня никакого особенного внимания. А вот как только пара заканчивалась, и к нему подходили студенты, чтобы поговорить, со мной он общался как-то по-другому. Он спрашивал меня более личные вопросы. Часто спрашивал, как дела, что нового в жизни, как семья, не нашла ли я себе парня. Я не могу сказать, что меня в тот момент это прямо очень сильно напрягало. Я просто скорее не понимала, к чему это всё ведёт. И вот в один из таких разговоров он вдруг предложил нам пойти в кафе. Я не знала, что делать и что ему ответить. Моей главной целью было хорошо закончить университет. И в то же время иногда мне было немного некомфортно в его компании. В итоге я всё-таки решила пойти с ним в кафе, которое было при университете. Мы взяли по кофе, говорили немного про историю, философию. И о кино он был заядлым киноманом, как и я. Мои опасения уже стали утихать. Я подумала, что скорее всего я просто накручиваю себя. Ведь у меня был большой опыт с людьми, которые в какой-то момент начинали ко мне клеиться. Это, скорее всего, была не более чем обычная заинтересованность у своих учеников. Однажды после пары он пригласил меня в кино. В этот же раз я решилась и сказала нет. Но, видимо, я придумала слишком лёгкую отмазку, которая не прокатила. И он нашёл решение той проблемы, которую я придумала. Я уже точно не помню, что именно это было. В общем-то, он не принимал моего отказа. И даже начал давить на моё чувство вины. Как-то ненарочно сообщил, что, видимо, я его не уважаю и не ценю его отношения ко мне. После этих слов я начала чувствовать себя ещё более неловко, к тому же ещё и виноватой. Чувство вины накапливалось во мне с каждой секундой, и в итоге я согласилась. Не знаю, что именно мной движило в тот момент. Он очень давил на меня, а мне было важно закончить учёбу. Ведь мои родители последние копейки отдали на моё обучение. Мы выдвинулись в кино. Кино было назначено на вечер того же дня. Но я успела вернуться домой и переодеться. Ведь промежуток там был в несколько часов. Я много раз думала, может, просто взять и не пойти. Но чувство вины и страх, что он после этого меня завалит, или что каким-то образом меня вообще выгонят из университета, взяли верх над эмоциями. Я не знала даже, как одеваться, поэтому наделала что-то максимально обычное и, так сказать, непривлекательное. Мне было очень страшно, что наша встреча пойдёт в какую-то неправильную сторону. Он меня совсем не привлекал в романтическом плане. Что уж там говорить, он был старше моего отца. Мы встретились. Он был на веселе. Улыбался больше обычного. Я бы даже сказала, кокетничал. Я боялась посмотреть ему в глаза, что очень нетипично такой уверенной в себе девушке, как мне. Он, конечно же, увидел моё смущение, но будто бы пытался его игнорировать. Мы пошли на сеанс. Это было независимое кино режиссёра, которое мне и ему нравилось. Собственно, это было ещё одним предлогом пойти с ним в кино. С его, конечно же, слов. Во время сеанса мы сели. Мне стало немного спокойнее. Я сфокусировалась на фильме. Как вдруг в один момент я почувствовала его руку у себя на ноге. У меня было ощущение, что по всему моему телу прошёл ток. Каждое его прикосновение вызывало у меня отвращение и тревогу. В какой-то момент я думала, что меня стошнит прямо там. Не потому, что он сам по себе мне был мерзок. Скорее, мне было ужасно некомфортно и неприятно от этой ситуации, в которую меня загнали практически насильно. Он передвигался по моей ноге всё выше и выше, и в какой-то момент я не выдержала и встала. Прямо посреди сеанса в кино и вышла. Он вышел сразу прямо за мной. На глазах у меня начали наворачиваться слёзы. Я сказала ему, что хочу уйти. Извинилась ещё, наверное, раза три. И ещё сказала, что вы меня неправильно поняли. Он же всерьёз рассердился, начал меня газлайтить, говорил, что я не ценю его чувства. И что он на меня никогда не обратит внимания, если я не буду слушаться и делать то, что он говорит. Не знаю, что именно он имел в виду под этими словами. Я была по-настоящему ошеломлена тем, что слышу. Не знала, что делать. Во мне по-прежнему было чувство вины. И я боялась обратиться к кому-то за помощью. В тот вечер мы всё-таки на такой негативной ноте разошлись. Я проплакала ещё целый вечер. И только спустя какое-то время жизни в страхе и избегании его лекций, я обратилась к своей подруге за поддержкой. К счастью, этот учитель где-то через две недели после тех событий ушёл. Ведь вернулся наш прежний преподаватель по истории. Моя подруга помогла мне разобраться со всей этой ситуацией и осознать, как всё, что происходило со мной, было ужасно неправильно. Также подруга сказала, что об этом срочно надо сообщить ректору университета. И оказалось, что я была не единственной студенткой, которой он пытал такие чувства. В итоге его уволили или отстранили. Хотя у нас он по-прежнему не преподавал. И делалось это всё под покровом тайны, чтобы никто ни в коем случае не узнал. Ректор чисто по душам поделилась со мной этими историями. А решать или выносить из университета про все эти ужасные мерзкие случаи никто не хотел, ведь это сильно бы повлияло на репутацию университета. После этого тяжёлого периода в моей жизни я всё-таки смогла нормально вернуться к учёбе и жить без постоянного страха. Я научилась ценить свою самостоятельность и смелость защищать себя в таких ситуациях. Конечно, не без помощи психотерапевта. Такая вот история, дорогие друзья, она просто ужасная и разбила мне сердечко немного. Я рада, что, конечно, концовка хорошая, но меня каждый раз поражают подобные истории про учителей и преподавателей. Пожалуйста, если вдруг с вами происходит что-то подобное, не молчите, рассказывайте хотя бы друзьям, семье, кому-то, кто сможет вам помочь, вас поддержать и сказать или помочь принять какие-то следующие шаги, чтобы это всё прекратилось. Очень вас обнимаю и сочувствую, что такие мерзкие люди, как этот преподаватель, вообще существуют. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этой истории, если вдруг у вас когда-то в школе или университете происходили подобные случаи. Наверное, до конца поделиться тем, что происходило в моей школе, я не могу, но, скажем, были ситуации, когда некоторые ученики с некоторыми учителями вступали в какие-то странные отношения, и я как в детстве и в школьное время, и во время студенчества это не понимала, так я этого не понимаю и сейчас. И дело даже не в разнице в возрасте, а в том, что часто молодые люди, пусть даже им уже есть 18, не могут за себя постоять, ведь у преподавателей есть авторитет, и у них есть сила влияния на этих самых учеников. То есть, получается, ученики находятся в такой низшей позиции, поэтому это может привести к ужасным последствиям, которые, к сожалению, нельзя упоминать на ютюбе. А мы приступаем к следующей истории. Я училась в девятом классе и была обычной школьницей, как и все остальные. И вот однажды, возвращаясь со школы, я шла по улице, а мой подъезд находился в таком темном закоулке, где и днем даже было страшно ходить. И когда я повернула в этот самый закоулок, на меня вдруг резко напал незнакомый мужчина. Он схватил меня за плечи и начал просто вот так теребить. Я точно не знаю, что именно он хотел со мной сделать, и мне тяжело об этом вспоминать. Все, что происходило, кажется каким-то нереальным, но счастье это длилось недолго, и именно тогда из подъезда выходил мой сосед. Он меня спас. По-настоящему спас. При виде соседа нападавший человек убежал. Так как там не было нормального освещения, я не смогла его рассмотреть. Я только заметила у него на руке, которая была рядом с моим лицом, шрам. Вот здесь шел шрам. Я была в ужасном шоке и даже не хотела идти в полицию. Мне было страшно и не хотелось разбираться со всей этой ситуацией, но сосед рассказал все моим родителям, и мы все вместе пошли и попытались написать заявление. Но дело в том, что в полиции сказали, что ведь как такового нападения не было. На моем теле не было никаких синяков. Был свидетель, но никто не видел, как выглядел человек, который нападал, и поэтому мы не можем завести на него дело или что-то такое. Я была настолько обескуражена и разочарована всем тем, что происходит, потому что я понимала, что мне никто не собирается помогать. И в какой-то момент мне даже стало казаться, что этого не было. Настолько мне было одиноко, и никто не мог меня поддержать даже разговором. Даже мои родители. Я пыталась забыть это и продолжать жить своей жизнью. На удивление, я не скажу, что мне преследовал какой-то страх или паранойя. Мне кажется, на тот момент я эту историю настолько выдолкнула из своей памяти, что мне аж казалось, что это все действительно не происходило. Несколько месяцев спустя, после тех ужасных событий, я жила уже абсолютно нормальной жизнью, не вспоминала о той ситуации. И именно тогда я начала общаться с одним парнем. Мы познакомились в интернете. Он подписался на меня, я посмотрела его фотографии, он мне показался симпатичным, а еще на него была подписана моя очень отдаленная знакомая. Лайк за лайком, так сказать, и мы стали общаться. Это был парень моего возраста, он казался мне привлекательным и интересным. Мы подружились, и с ним в переписке я чувствовала себя очень уверенно и безопасно. И вот однажды зимой мы решили выйти на прогулку. На нашу первую встречу, это даже не было обозначено как свидание. Мы погуляли в парке, пообщались, он мне по-прежнему нравился и оставлял после себя приятные впечатления. Мы общались очень осторожно, скорее как друзья, которые просто нравятся друг другу. Он был вежливым и заботливым. Я чувствовала себя с ним хорошо и уверена, как будто бы он был настоящим моим другом. Но когда мы гуляли тогда на улице, он все время был в перчатках. И на следующую нашу встречу, которая была больше обозначена как свидание, мы пошли кафе, и он снял перчатки, и я увидела шрам на его правой руке. Точно такой же шрам, как и у того человека, что напал на меня у подъезда. Как сейчас, помню, как я сидела с ним в кафе, увидела его руку, сразу же отвела взгляд, потом несколько раз поглазела опять на нее, смотрела ему в глаза, и все, что я думала, мне нужно отсюда бежать. Мы немного посидели, я пыталась поддержать разговор, и в итоге я разыграла сценку, что мне срочно понадобилось домой, очень вежливо извинилась, мне кажется, за это мне положен Оскар. Я пошла в сторону метро, и как только я опустилась вниз, я начала просто бежать. Я бежала по метро, на выходе из метро я бежала домой, забежала по лестнице, и заплакала, прорыдала весь вечер. Я сразу же заблокировала его во всех соцсетях, у меня опять появилось чувство, что он хочет навредить мне, что он опасен, что он не друг, так что вся та травма, которую я пыталась скрывать, вылезла наружу. Я об этом никому не рассказывала, кроме своей подруги. Если честно, я не знаю, как поступать. Мне все еще очень страшно. Я никогда не забуду геройство моего соседа, который спас меня. Ведь я не знаю, к чему это могло привести, и также рада, что я все-таки заметила этот шрам. Пожалуйста, будьте осторожны. Вот такая вот история, ребята, которая прерывается на таком печальном моменте. Я не знаю, что посоветовать, кроме как рассказать об этом родителям и друзьям. Спросить, возможно, ту знакомую, которая на него подписана. Как минимум, близкие люди должны поддержать. Будет уже не так страшно и сложно как-то разбираться с этой ситуацией. Пишите, что вы думаете, может помочь в комментариях. А вам спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые или даже не впервые, или даже не впервые, все равно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, переходите в мой инстаграм. Мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!